А в это время у австралийской официантки по имени Самия дел не в проворот. Не успела она разлить посетителям свежий кофе, как уже пришлось выдворять из ресторана хамоватого клиента. И не потому, что он не заплатил, а потому что он варан. Наблюдающие за схваткой гости, в том числе и мужчины, с улюлюкиванием подбадривали отважную официантку. Меж тем сами с места не сдвинулись. Ну, может, у них там так принято, у варанов этих. Знакомьтесь, а это Патрик Келонзо Мвалуа. Вот уже год он спасает животных Национального парка Кении от засухи. Идея развозить воду появилась сразу после того, как из-за долгого отсутствия дождя пересохли все источники. Тогда он арендовал грузовик для доставки воды по разным районам Национального парка. Каждый божий день он тратит на дорогу несколько часов. И все для того, чтобы наполнить водой пересохшие источники. Слоны, буйволы, антилопы, зебры. В общем, все наши. Бегут со всех окрестностей на уже знакомый звук мотора. Недавно три женщины из США начали в интернете сбор средств для проекта Патрика. Уже собрано 18 тысяч долларов, которые будут потрачены на новый грузовик. А что добренького сделали сегодня вы? Суета и шум больших городов настолько нас захватывают, что мы почти забываем. А ведь где-то существуют необъятные просторы. Озера, леса, полные покоя и красоты. Такое, что сложно выразить словами. Там-то вот в голове истает все на места. Вот мир, ласковый, прекрасный. А вот я, вот мои близкие. И больше ничего не надо. Ни офисов, ни пробок, ни совещаний, ни карьерного роста с этими огромными зарплатами. Ну, нет, над этим пунктом все-таки еще надо поработать. Субтитры создавал DimaTorzok